Папы на меня никогда нет времени. Я ваш новый папа. Все взрослые только и умеют рассказывать. А потом делают вид, что нас нет. И просто работают. Мы с новым папой в походе. С новым папой? По него гоняй Вову. Мы его любим. Папа, ты представляешь? Я только что три раза подряд выиграю в своей игре. Фас Сергея, пещера привидений. Давай вместе там сыграем прятки онлайн. Сын, а я занят. Никак не могу. Пап, я там фишку одну придумал. Если ты хочешь играть в прятки, то лучше ищи. Ты будешь каждый раз здесь выигрывать. Ну вот, да. Да, падает. Встретится? Нет, завтра. Сегодня не получается. Сегодня занят. Или лучше послезавтра. Папа, на меня никогда нет времени. Ребят, ну хоть вы скачайте мою игру. Фас Сергей, пещера привидений. И поиграйте со мной в прятки онлайн. Да, да, пишу. Это за всю неделю отчет? Хорошо. О, пап, точно? Да, да, да. Ну все, да, давай, пока. Да, нехорошо получается. Родных детей времени у меня не хватает. О. Алло, привет. Алло, Вов, привет. Ты мне друг? Помнишь, ты мне говорил, что любишь детей? Говорю. Можешь поработать один день папой вместо меня? Я жду тебя через 10 минут у себя дома. Ну все, давай, пока. Папа, на прокат, подменит всего лишь меня на один день. А вечером я обязательно побуду с детьми. Всем привет. Я ваш новый папа. На сегодня. Какой еще папа? Наш папа на работе. Ты не наш папа. Правильно. Папа на работе, а я его только на один день заменю. Ребят, я вам тут подарок купил. Ну не знаю, подойдет ли он вам. Мы не продаемся. Даже если вы купили нам уникальную игрушку. Очень жаль, что вам не нравится играть с интерактивным другом в спинке. Так, как же он включается? А, вот. Не очень я умен в этих роботах. Как мне его покормить? Да, так же все понятно. Даже мне понятно. Все сексуалы внутри набола. Это насос и есть еда за Сквики. Надо же. Я и не знал, что дети умнее взрослых. Подумаешь. Тут и без инструкции все понятно. Вот смотрите, как Сквики выполняет команды. Класс, да я нажму. Конечно, пили. Но смотри. Один раз нажала, это команда сидеть. Два раза нажимаешь, это команда служить. Три раза нажимаешь, это команда играть. А я знаю, что Сквики может сдуваться. Вот булавка, а вот отверстие для нее. Я покормлю его, и он оживет. Ха-ха, он сходил в туалет. Ха-ха. О, отлично. Дети счастливы, можно и поработать. Алло. Да, Сань. Сейчас подъеду. 10 минут. Спасибо, Фоба, это был крутой подарок. Уважаю, вы угодили моей сестре. Рад, что вам понравилось. Но Сквики можно еще гладить и чесать ему животик. Вот смотрите, можно погладить его по ушке. Класс. А можно почесать ему животик. И я хочу попробовать. И я. Он такой красивый. А можно я сяду как на лошадку на него. И он меня покатает. Ну ты же вот так поломаешь. Он же маленький для этого. Но новый папа может превратиться в лошадку. Давай, становись на диван. Залазь на свою новую лошадку. Да, детский сад. Сереж, а ты знал, что я раньше работал тайным агентом? Что? Не верю. Один раз мне пришлось выпрыгнуть с вертолета прямо в джунглях. Я неделю пешком добирался через джунгли до базы. Вау, я всегда мечтала иметь папу тайного агента. Полина, не слушай его. Все взрослые только и умеют рассказывать. А потом делают вид, что нас нет. И просто работают. Ребят, а давайте отправимся в поход и построим шалаш. Глупости. На улице уже темно. И зима. Мы замерзнем. А мы представим, что мы пойдем в поход. Возьмем с собой еду и фонарики. И сделаем шалаш здесь. Какую мы возьмем еду? В холодильнике только суп. А я умею делать самые вкусные бургеры. Бургеры? Я с вами. Вау, мы уйдем в поход. Чуш, Квики пойдет с нами. Он будет нас охранять. Ну что же, нам понадобится много одеял, подушек и стульев. Я принесу одеяло. А я подушки. Ой. Продолжение следует... Я в порядке! Фух! Ну что же, наш поход удался, можно и перекусить! Ммм, класс! А ты вкусно готовишь, папа, на прокат! Просто бургеры, это моя самая любимая еда! Правда? И моя! Странно! Поздно, а дети еще не спят! Полина, Серега, уже поздно! Почему еще не в кровати? А ну быстро спать! Пап, мы с новым папой в походе! Ну можно мы еще полчасика поиграем? Пожалуйста! С новым папой? Никаких полчасика! А ну быстро спать! Ну папа, не выгоняй Вову! Мы его любим! Хорошо, у вас есть 30 минут и спать! Ты хороший, папа, Вова! Ну нет никого лучше, чем у одной папы! Прости, Вов, но ты мне тоже как друг! Я тоже люблю своего родного папу! Ребят, я не обижаюсь! Ваш папа мой друг! А вот то, что вы сказали мне, скажите ему лично! Точно! Пошли! Пока я тратил время на работу, лучше бы и провел время с детьми! Папа, мы тебя любим! Ну можно Вова будет приходить к нам в гости? Он теперь наш друг! Сын, ну конечно можно! Ребята, если ваш папа много работает, это не значит, что он вас не любит! И обязательно подпишитесь и поставьте лайк! И помните, ваша семья самая лучшая! Субтитры сделал DimaTorzok